Порядок мир по очистке Харькова от незаконно размещенных объектов разработан с целью обеспечения благоустройства города. Как сообщили в Горсовете, для этого нужно освобождать от несанкционированных застроек территорию, которая находится в коммунальной собственности. Деятельность по освобождению территории будет осуществляться на основании собственных неделегированных полномочий согласно закону Украины о местном самоуправлении, о благоустройстве территории населенных пунктов, земельных кодекса, других актов. Порядок является регуляторным актом городского совета. Депутаты подчеркивают, подобные меры имеют исключительную важность для города. В последнее время увеличилось количество обращений граждан, связанных с незаконным размещением объектов, как капитального строительства, так и малых архитектурных форм. Но не исключают, что в таком вопросе могут возникнуть риски судебных тяжб и разбирательств со стороны собственника. Мы пытаемся этим порядком запровадить окремый порядок для города Харкова, который вступает против реча с положениями закону Украины про регулирование местном строительстве и с положениями ЦК Украины. На мою думку и также на думку нашей фракции, мы не имеем права принимать такие решения, так как они прямо суперечат чинному законодательству. И больше того, есть большие позитивные судовые перспективы щодо возможного оскаржения этого решения и скасования его в судовом порядке. Представители городских властей настаивают, факты незаконного строительства требуют обязательного урегулирования определенных правоотношений. Это связано с тем, что Харьковский горсовет принял функции архитектурно-строительного контроля в рамках децентрализации. Земля, до которой у нас возникает так много вопросов, она належит всем жителям территориальной громады. А мы – посадовые люди, которые обязаны выполнять деньги, спрямованы на защиту. Это так званный самоврядный контроль, который предназначен земельным кодексом. Мы разработали порядок, который в дальнейшем даст основание. Нет собственника, извините, есть собственник, пусть покажет, на основании каких документов он капитально построил гараж во дворе. Или магазин и подключился к коммуникациям. Теперь, после утверждения порядка депутатами горсовета, любой незаконно построенный объект, не оплачивающий аренду и налог на землю, будет снесен. Елена Захаренкова, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова